привет друзья с вами вновь владимир павлищев и сегодня я приехал на реку дон половить хорошую крупную рыбу надеюсь мне сегодня это удастся сделать у нас уже очень тепло и рыба проснулась и активно ловится надеюсь сегодня мне удастся уговорить несколько хороших карасей и неплохих карпов а что из этого получится вы увидите позже сегодня решил использовать два пакета прикормки один из них это дунаевская премиальная серия карп с кукурузным ароматом а второй то же самое дунаев премиум но карп биг сайз эта прикормка имеет крупные частицы что сегодня я думаю будет не лишним также помимо этого я буду использовать кукурузу сегодня взял две банки буду обильно сыпать в прикормку и привлекать карпа надеюсь он отзовется и приплывет и порадует нас с вами своими поклевками так приступаю прикормка очень крупно фракционная прямо очень крупные фракции кукуруза гранулы то что надо вторая тоже не менее мелкая тоже в ней очень много крупных частиц так как все таки это прикормка в первую очередь нас нацелена на ловлю большой рыбы таких как карповый карп сазан не очень много тоже кукурузы гранул практически похоже но все таки в биг сайзе крупной фракции гораздо больше добавлю наверно сразу банку кукурузы медовой сразу при замесе тут в ней есть немножко конопли самое небольшое количество совсем мало думаю она уплывет у нас когда подсохнет а вот кукуруза она никуда не денется и будет прикормки добавлю сразу воды начну использовать свой электроинструмент сразу переувлажню прикормку сделаю такую более инертную дам ей постоять чтобы она впитала влагу но попытаюсь добиться такого состояния чтобы прикормка практически не люфтила чтобы не было никаких легких частиц все было тяжелое инертное и лежала на дне никакие всплывающие частички не привлекали мелкую рыбу вот такой приятный медовый аромат не буду кстати сегодня не добавлять никакую ароматику потому что прикормка и так очень хорошо ароматизирована и и кукуруза которая имеет тоже ароматизацию меда тоже дала свой запах и прикормка получилось очень вкусная с приятным медово-ванильным ароматом думаю рыба сегодняшняя оценит наше угощение и будет ловиться я по крайней мере на это рассчитываю все сейчас дам прикормки настояться и пойду готовить снасти сегодняшний рыбал я по крайней мере я по крайней мере вот произошла поклёвка карася наверно я так думаю что это как раз и все еще 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 карась потому что поклевку я вообще не видел я захотел перебросить снасть и почувствовал сопротивление на обратном стороне удочки и как я говорил это карась просто съел мою кукурузу и сидел и уплыл поклевку не видел значит рыба не твоя пришлось отпустить ну и судьба карасю попасть в кино ничего сейчас мы поймаем нового после замеса прикормки прошло очень много времени мы уже даже отчаялись и думали прекратить рыбалку на сегодня так как поклевок у нас практически не было было мелкая рыба уклейка ну она не в зачет мы сегодня нацелились именно на большую рыбу на сазана на карася эта рыба никак не реагировала и где-то через 5-6 часов начались первые поклевки к тому моменту один из нас уже собрался сел в машину и уехал но ему пришлось вернуться взять камеру и начать снимать начались сначала начал клевать карась он не активно начал проклевываться попадались некрупные экземпляры но это был первый звоночек за ним начали попадаться уже не крупные карпики это та рыба на которую мы сегодня нацелились именно сазан но карп не так не так прост он постоянно что-то к себе требует постоянно что-то приходится делать вот опять поклевка опарыша он сегодня вообще категорически не берет вообще не ловится единственная насадка которая сегодня заинтересовала это кукуруза и зернышко кукуруза должно быть маленьким небольшим на крупную насадку и на большой толк на большую на большой крючок на толстую лески поклевки вообще нету можно просидеть и не увидеть поклевки стал экспериментировать с крючками изначально поставил очень большой крючок 10 относительно большой десятого номера посадил туда 6 7 опарышей цеплял довольно толстая леска 0 18 диаметра но не тут то было поклевок рыбы вообще не было и вот под конец когда мы уже решили завязывать рыбалка и прекратить ее решил поставить тоненький поводочек и поймать какую-то небольшую рыбку поставил 12 диаметр лески маленький крючок 16 номера маленькую кукурузину и произошла поклевка хорошего карпа с чем это связано неизвестно если карп рыба в принципе не особо привередливая она не особо реагирует на размер крючка лески большинстве случаев но вот сегодня он проявляет свой характер и категорически не хочет опять ловиться почему-то на толстую леску и крупный крючок в течение ловли я меняю периодически крючки и пытаюсь разобраться потому что вываживание карпа на тонкую леску здесь чревато тут можно легко просто его просто напросто слить оборвать поводок так как бровка очень крутая заросшая ракушкой периодически возвращаюсь к толстой лески с большим крючком с крупной насадкой поклевка отсутствует вот что ему надо кто бы знал вот наглядно тому пример там очень крутая бровка обросшая ракушкой и когда вытаскиваешь эту дуры рыбу она иногда обрывает срезает об об эту ракушку час у меня произошел срез это в сантиметрах в 15 от крючка что поводок я использую 60 сантиметров вот у меня тут осталось кусочек 40 сантиметров тянул рыбку и она срезала об бровку не буду опять экспериментировать а поставлю тот же крючок с поводком на который ловил это крючок 12 номера 101 серия и поводок 0 14 диаметра на данный момент это самая оказалась самый оптимальный диаметр на него ловится и карась и в принципе можно вытащить карпа что что мы и делаем периодически крючочек небольшой под кукурузин под кукурузку и очень легкий беру прям кукурузу из прикормки вот одну штучку даю обильно прикормки кукурузу опарыша хотя на опарыша не клюет но тем не менее лишний он я думаю там не будет более у карпа могут поменяться предпочтения в клюве он может сменить свое предпочтение в сторону опарыша такое было и не один раз но пока самая основная насадка на карася на карпа это кукуруза сегодня мне на рыбалке составляет компанию мой товарищ максим он также сейчас хорошо как и я ловит карпа и карася на фида ухты ё-моё максим это все максим 100 рублей максим 100 рублей отклюнул не пойму кто наверное не крупный карась или небольшой карпик посмотрим кто посетил это я бы не сказал что это не 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 крупный карась это отличный хороший толстый карась ух даже даже очень хорошие сегодня ловлю на леску и понять какая рыба какого размера очень тяжело потому что леска имеет растяжение и помимо лески я еще использую очень мягкий фидергам вот если пока посмотреть он очень хорошо амортизирует и понять какого размера рыбах клюнуло очень тяжело вот сейчас клюнул очень хороший карась но показалось что рыба небольшая рыба реально очень хорошая сейчас я извлеку из него крючок и отпущу мою кпз как обычно экстрактора под рукой не оказалось попробую извлечь аккуратно и так да в итоге просто напросто оборвал крючок пользуйтесь экстрактора вот отличная рыба сейчас поставлю новый крючок и продолжу пытаться поймать большую рыбу дистанцию выбрал очень близкую около 30 метров и использую длинное удилище длиной 4 2 метра хотя казалось можно было бы ловить и коротким пикером не да не длинная удочка 3 3 3 3 6 метра но здесь очень резкая бровка и для того чтобы легче выводить рыбу и право вытаскивать кормушку приходится использовать более длинную удочку ну и вес кормушки тоже диктует свои условия вес относительно тяжелый 80 грамм и легкой удочкой не сильно получается закидывать такие тяжелые кормушки ну и когда вываживаешь рыбу все-таки длинная удочка позволяет лучше вывести ее из-за бровки и вас вероятность поимки рыбы возрастает во много раз хорошая рыба бойкая по-видимому это карп размеры не могу понять вот чем меньше рыба тем она более активно себя ведет более агрессивная крупная рыба ведется более спокойно крупно это все слово относительно я говорю о рыбе мелкая рыба это от килограмма до полутора и более-менее крупная от двух до трех с половиной те которые более крупные они ведут себя гораздо спокойнее мелкие вот эти тузики они очень бойкие макс я тебя зацепил мне наоборот подними удочку подними а нет это так вот произошел небольшой зацепик я зацепил макса удочку рыба сейчас посмотрим рыба хорошая прошел уже да 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 хорошая рыба ну да такой около все таки наверно больше крупным экземпляром сегодняшним около двух может чуть более килограмм все равно даже эта рыба доставляет море удовольствия я воспользуюсь подсаком друга дай подсак я шучу я возьму мак вот хорошо иметь друга под боком можно взять подсачек у него подойти к нему ручка под подсачек раскрутился ну давай иди сюда хотя поводки не особо для ловли карпа 14 диаметра поводка для карпа это очень тонкий спасает только фидергам леска и относительно не жесткое удилище тут особо не получается его пофорсировать потому что все таки леска тонкая чем дольше ты уваживаешь тем больше адреналина ты получаешь ну сейчас я его заведу вот так вот все максим забираю твой подсак вот такая вот у меня сегодня рыбалка соседом вот отличный карт сейчас я вам покажу его самого чтобы не убежал вот такой вот сазанчик отличная рыба сейчас пойду перевожу его себе подсак извлеку из него крючок он его заглотил очень глубоко лучше просто оторвать леску чтобы не мучить рыбу не выковыривать крючок глубоко из жабр и желудка я думаю когда мы его отпустим он сам уже избавиться от этого крючка и для него это не будет большая проблема он думаю выживет такой красавец пойду верну подсак и поставлю новый крючок вот у меня тут есть прилов 1 максу его улов верну ему подсак с компенсацией в бог вот с таким бонусом макс я тебя несу карпов мини вот давайте вот насыплю только забросил и сразу произошла поклевка вот в лед моментально только приводнилась кормушка я взвел квертип и тут же резкая поклевка и по-видимому это не крупный сазанчик да рыбка по-видимому не сильно большая но очень бойко главное не форсировать что леска все-таки не для карпа диаметр 014 как я уже говорил очень тонкий для ловли карпа ну на 16 не клюет как ни странно сколько они пытались ставить не я не максим поклевок просто нету а вот 14 уже рыбка реагирует не крупный карпик бойки насадил в этот раз более объемную насадку из двух кукуруз и вот не крупный сазанчик правильный наверно полутора килограмм две кукурузины вот если видно вот одна и вторая крючок зацепился за краешек губы но очень хорошо что первая серия вот держит неплохо не крупного карпика вот такая рыба с него молоки текут если обратить внимание он скоро будет нереститься вот такой вот речной сазанчик по традиции некоторое время уделю моему монтажу который я использую это скользящий монтаж на конце которого вертлюжок которому привязан фидергам фидергам 0,8 диаметра сегодня решил использовать вот такую вставочку на которую одета термоусадка на конце сделал петельку натянул термоусадочную трубочку нагрел и все это выглядит очень эстетически приятно и красиво и самое главное за вот эти узелки не цепляется леска вот такой неплохой монтажик поводок 60 сантиметров стандартная длина которую я использую в принципе вот и все а немаловажно на основе использую леску шок лидером из лески основная леска у меня 0,25 а шок лидер из 0,3 лески это дает мне больше возможности протащить рыбу и кормушку через бровку и не срезать весь монтаж и и Субтитры подогнал «Симон» 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 И надеюсь в этом месте у меня была не последняя рыбалка И я сюда обязательно снова приеду Половить уже более крупных сазанов И надеюсь они будут у меня ловиться Так что до новых встреч, друзья, на Дунаев ТВ С вами был Владимир Павличев.